Мост через Волгу могут открыть раньше 1 ноября. На сегодняшний день чиновники рапортуют о завершении более чем 70% работ. Уже заканчивают класть дорожное полотно на второй полосе моста. Ход ремонта оценила наша съемочная группа. В роли пассажиров сегодня не жители Саратова и Энгельса, а областные чиновники. На общественном транспорте добираются до участков, где ремонт идет полным ходом. На этой точке подготавливают к заливке деформационный шов. Сначала выравнивают старую арматуру и устанавливают новую, дополнительную. Вот этот нижний пояс бетона, а вот этот верхний пояс. Здесь идет поперечная арматура сюда и сюда, после того, как будет установка шва. Работ остается немного – закончить монтаж швов и укладку асфальта. Специалисты говорят, будет лучше, чем было. Слухи о том, что мост перегрузили полотном безосновательны. Когда сооружение сдавали в 60-х, толщина слоев составляла 11,5 см. С учетом всех перекрытий доходило и до 30 см. Сегодня нагрузка почти в три раза меньше. Этот слой мастичной гидрозоляции – 2 см. Второй слой – это литого асфальтобетона – 4 см. И верхний слой – это 5 см. Это слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это в совокупности мы имеем 11 см. Специалисты дают неплохие прогнозы. После глобального ремонта этого года жизнь моста продлится еще лет на 15. За это время сооружению потребуется лишь текущий ремонт. Мост, как и любое сооружение, требует постоянного содержания, текущего ремонта. Поэтому, как и на другом любом сооружении, эти работы будут проводиться постоянно. Но больших каких-то работ по данному мосту их не требуется. Еще одна хорошая новость – ремонт моста могут завершить раньше, чем планировали. Крайний срок сегодня – 1 ноября. Но так как уже завершено около 70% работ, открытие обновленного сооружения может произойти и раньше. Если саратовским и энгельским автолюбителям повезет, они смогут проехать по мосту не позже октября.